здравствуйте друзья я попрошу светлану зачитать вопрос здравствуйте михаил когда вы иммигрировали в сша вы думали или чувствовали что это ваша судьба или вы знали что сша это страна возможностей иммигрантов людей которые уже созрели морально плане менталитета и правильного образа жизни мышления людей которые уже готовы психологически сделать такой шаг и жить в новом обществе или вы поняли что это то место куда вы должны попасть и где у вас все получится я это спрашиваю спрашиваю вас потому что я сам хочу иммигрировать штаты и как это ни странно звучит тут у нас пачка целая страничка но чувствуя себя американцев а иногда я задачу у себя таким вопросом почему я сразу не родился в сша вопрос очень достойный у меня есть мечта я горю желанием уехать штаты даже несмотря на то что мои родственники близкие говорят что это нехорошая затея и меня мало кто поддерживает и пропаганда идет полным ходом и негативных предсказаний прогнозов про сша пруд в груди я все равно чувствую что это моя судьба и это мой путь единственное что меня настораживает это то что я полностью полагаюсь на свое внутреннее я на то что это исходит изнутри меня она как бы меня толкает и говорит что я должен это сделать вот я иногда и задумываясь а правильно что я полагаюсь и управляюсь таким чувством несмотря на это я потихоньку по мере возможного продолжает делать все необходимое для своей мечты андрея 24 года украина откуда с украины мы не знаем ну что же это мне я прошла там вот полагаюсь на внутренние я и мне вспомнился про внутренний голос и ты можешь его освоить я не внутренний голос его говорит слезай по прерии он слезает внутренний голос и копай вот тут прямо под ногами копай но он берет лопату у него была он начинает копать и думаешь что я делаю вообще внутренний голос копай он но продолжает копать вдруг что-то прям прям значит что-то там на что-то уперся обкопал вытащил сундучок он его открывает а там полный сундучок золото бриллиантов изумрудов рубинов и внутренний голос гать нифига себе вот поэтому да но это бог потому что при всем том что внутренний голос у каждого из нас мы чувствуем интуитивно что нам хочется в какое-то нормальное место для жизни и переехать в то же время нужно вы действительно опять же изучить куда мы собираемся и к чему будем заниматься что это за страна если есть возможность может быть есть посмотреть примерить на себя в наше время когда не было столько средств массовой информации сегодня не неформально как сегодня да люди очень часто они выезжали в израиль гости посмотрели прикинули на себя вернулись поехали в америку прикинули на себя то есть это же вопросы такого каждого человека свои ожидания и как бы не было разочарований даже не смотря на то что внутренний голос говорит давай копай а потом будет нифига себе поэтому изучайте изучайте я тебе скажу такой все-таки правильно полагаться на свой внутренний голос чем на внутренний голос проплаченных средств массовой информации которые сознательно пытаются людей обмануть как бы вся задача которых людей обмануть случилось тихонько 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 ребята видят все у них через камеру на объявление что авария на дороге была много нагнали значит что в чем попросту его что-то что страшно чувствует себя американцам меня душно стоит полагаться на внутренний голос я считаю что на внутренний голос надейся сам не плашай не нужно изучать все но послушается совет изучать он конечно хороший я думаю что есть как бы так как бы условия необходимое приятие любого решения по любому вопросу изучать на но к тебе обращается человек который спрашивает вы когда ехали давай вернемся к началу вопроса он спрашивает когда я жали вы знали нет я куда вы едете ну-ка давай я скажу так что вообще не знал куда он едет и зачем я засвету ехать не хотел я с тобой совсем не хотел я не то что ехала мы удирали потому что это был 90-й год чудовищно вокруг было ощущение того что сейчас что-то такое произойдет страшная очень то есть вот страна была на грани чего-то такого страшного ощущение страха на весело в отдыхе поэтому да мы хотели куда-то удрать и например выбор куда можно было ехать там например в израиль или в америку однозначно был выбор в пользу америки а не израиль то есть при том что ты не знал ничего про израиль и про америку тоже ничего единственное что моя сестра она уехала на год раньше и она все-таки попала в америку это важный фактор если твоя сестра света уехала в израиль ты боже по-другому относилась к идее переезда возможно но как-то вот все равно израиль климатически меня не очень там еще в дело в том что в силу то ли советской пропаганды то ли еще чего израиль воспринимался как такое место небезопасное когда у тебя дети тут стрельнут там рванут там вы периодически войны какие-то возникают вот и в общем-то да и плюс как бы это жаркая страна такая как бы восточная климатически очень тяжело для шанса вот почему-то вот из этих соображений наверное вы потом не было пушили но дело в том что мы например и понятия не мере чем будем заниматься то есть абсолютно настолько это было неизвестно куда мы едем единственное чем мы обладали это редкими письмами от наших друзей которые прислали их там кто-то устроился на работу там что-то такое но в основном ничего не было единственное что вот моя сестра когда приехала получали письма что даже не думайте ни о чем лежать вот такого типа содержать и мы особо не думали то есть мы понимали что мы молодые достаточно относительно конечно да что поедем а дальше там на месте сориентируемся я бы сказал что время было другое и той информации которую сегодня вот вы имеете легко у нас одного процента не было в то время и поэтому выбор принимался не столько на основании того что люди знают об америке или израиле или там я знаю канады а выбор принимался на основании того что люди говорят здесь оставаться уже нельзя отсюда надо травнуть это самой стороны и с другой стороны все-таки же нужно было рассматривать какие-то легальные способы конечно на тот момент я например не знаю куда еще мы могли бы поехать кроме америки и израиля потому что это были как бы проторенные дорожки было понятно австралии новой зеландии и вот это я не знаю там где собирали анкеты или что-то сейчас это уже какую-то приобрело ехали по израильской визе я тебе напомню выезжали по израильской визе не по дамы уже ехали не было с израильской визе там я тебя моля люди в израиль заехали так вот люди выезжали по израильской визе потом доезжали до австрии смотрел был до вены а потом до будапешта они летели до будапешта и вот значит долетали до будапешта и там всех спрашивали на выходе спрашивали вы куда они говорим в израиль переходили на другой рейс и летели в израиль готовы куда в америку канаду австралию новую зеландию так-то оформляли бумажки отправляли в италию там был лагерь люди продолжали ехать по израильским и замочем ты говори не знаю подали никуда откроем израиль это это непонятный вопрос потому что когда америка страна прямо в америку из италии уже было нельзя конечно в америку не просто так получилось случайно что нам приятно сказал что можно американское посольство подать анкеты это тоже в общем-то случайный процесс сейчас дело не в этом дело в том почему знали мы понимали почему самый серьезный вопрос потому что было ощущение что что-то может произойти страшно лучше не забывайте что это был там 90 год 89 год 90 год когда началась перестройка когда появилась много литературы связаны с гулагом и солженицын и все такое прочее я все это читала мне становилось жутко я меньше говорю ты знаешь что история она идет диалектика да она развивается но она никогда не идет точно по такому накатанному пути она идет по спирали и все может повториться в еще более худших формах но история такая государство разваливалось это было видно и при всем при том что то государство которое было тоже очень хотелось с ним расстаться между нами но только старство которое приходило ему на смену оно просто вызывало как бы большие сомнения вот поэтому я на самом деле переключиться из состояния когда я просто поддерживал свету состояние когда уже я понимал что оставаться нельзя это произошло за пару-тройку месяцев когда мы ходили собирать документы это было для меня лично переломным моментом абсолютно потому что после этого ты уже не хочешь ни одного часа лишнего там оставаться и когда мы приехали уже в сша четыре месяца четыре месяца каждую ночь мне снился один и тот же сон что мы подходим к самолету подходим к трапу и у самого трапа подходят двое так под руки берут и пройдемте грязани да и вот это вот и я потом с ребятами вот саши новоселов на канале у нас частенько бывал вот это алекс я ему я ему рассказал говорит миша хотя полгода так просыпался каждую ночь понимаете вот мы из такого места ехали сейчас такого нет наверно я не знаю наверное тоже сегодня это все стрессово потому что там тоже свои заморочки но еще раз мы уезжали мы бежали очень много народу в этот момент за этот год 90 выехало порядка полсот тысяч человек и когда встречались друг с другом и ты едешь едешь а ты куда я сюда на не важно куда важно я никуда я откуда другая ситуация мы не бежали от хорошей жизни лучшие а мы бежали просто от невозможной жизни просто страшного в москве не горели фонари каждый а крысы какие бегали по городу идешь от остановки домой почему-то не горели фонари было очень темно идешь и слышишь шаги сзади думаешь но сейчас ты подойдут этот башки точно ну хорошо свет сейчас мы возвращаемся к вопросу мы не знали как у нас будет мы не знали как она в америке мы вообще ничего такого не знали у нас просто был вектор в жизни вот мы сказали себе мы движемся по этому вектору а чего будет того будет и все и этого оказалось вполне достаточно поэтому я когда вижу что вот народ так до микрона все расписывает в каком окошечке кто в розовой кофточке и такие вопросы задать там и так далее значит я я не то что против но я хочу сказать что не в этом все вот все все в том что будет потом на самом деле в итоге как раз очень нравится когда в окошечке и в розовой кофточке узнать как можно больше чтобы хоть как-то было какое-то гарантия неправильное слово но хоть хотя бы знать уверен что ты там все делаешь правильно правильному окошечку подожжет и в этом смысле когда мы ехали в полное невидение было конечно очень страшно безумно было страшно и вот только благодаря внешнему такому оптимизму который уже не зациклен на окошечках я на самом деле однажды говорил на эту тему что есть два что ли пути первый путь это путь расчета и нашим наше знание все равно минимальную и все эти расчеты они приблизительно все равно есть второй изначально ему мой путь такой я я тоже конечно что-то могу посмотреть на все но мой путь такой я иду по вектору так и я говорю ну пусть меня сверху ведут они же все равно ведут что нужно вмешать нет на самом деле то что ведут это сто процентов потому что мы когда мы давали анкеты в это посольство туда нельзя было зайти там толпа стояла каким чудом меня какая-то высшая сила туда затолкала я даже и не поняла вообще как я попала в само посольство чтобы отдать эти анкеты адачу оказалось что у света не было номерка который на входе всем давали нет я вообще пришла туда какие как я увидел что люди заходят посольство я с ними пошла меня пропустили почему меня пропустили это одному богу известно но уже войдя вовнутрь я поняла что я совершенно не оказалось не удел потому что прием анкет будто мне зашла 12 часов дня 5 часов вечера но поскольку я сказала я уже нахожусь на американской территории выходить никуда не буду из этого посольства то я досидел там до пяти часов вечера когда стали пускать уже людей которые должны были тела по анкетам оказалось что они будут в американской системе приходится с номерками а ты уже пять часов а номерка я уже пять часов сижу и никакого номерка нету и я оставила все сумку деньги все оставил в этом посольстве не дай бог меня оттуда не вытащили подошла к регистраторе поддержка я сюда попала сама не знаю как но без номерка она мне тут же дала номерок следующий это был не первый номер там 10 9 ну хорошо света значит отвечая молодому человеку мы скажем так вот нами в этот момент занималась проведение а вами значит может быть только расчет а может быть и проведение а может быть вы себе считаете а проведение несмотря на это все равно вас приведет в правильное место поэтому так как-то вот отнеситесь проще что ты закончились да отлично успехов всем и счастливым